Что город делает для малоимущих семей? На этот вопрос ответила начальник управления Ивановской соцзащиты. С докладом Любовь Семенова выступила перед общественным советом. Все лучшее, как полагается, детям. Предоставляется и бесплатные горячие завтраки детям первых и четвертых классов, бесплатные учебники обеспечиваются. И также мы обеспечиваем горячее питание не только детям первых и четвертых классов, но и остальным, относящимся к категориям малоимущих семей. Бюджетные средства также расходуются на обеспечение школьников концтоварами. Около 400 наборов в год. Устраивают новогоднее представление и дарят сладкие угощения – 12 тысяч подарков. Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря в этом году получили почти 6 тысяч ивановских детей. Для тех, кто постарше, молодежный центр организует трудовые лагеря, где ребята могут немного подзаработать. Трагическая история в местечке Балино, где в начале ноября собаки напали на 9-летнего Ярослава, заставила власть незамедлительно отреагировать. Такие у нас случаи нечасто, но все-таки хотя бы раз в год бывают варианты. И вот за счет средств этой программы «Забота и поддержка» мы теперь имеем возможность оказать материальную помощь в объеме двух прожиточных минимумов, установленных указом губернатора Ивановской области. Говорили не только о школьниках. На поддержку молодых специалистов город ежегодно выделяет около миллиона рублей. Не забывают про маломобильных граждан и престарелых. Тема социальной защиты населения поднимается на общественном совете регулярно. Многие рекомендации выполняются, однако все в докладе отразить не получилось. Здесь не было названо и не сказано, какая работа проводится театральными, профессиональными коллективами, Ивановскими музеями в поддержку малообеспеченностей, а эта работа есть. Общественники считают, что необходимо удовлетворять не только базовые потребности малоимущих семей, но и с малых лет прививать подрастающее поколение к культуре. Напомнили и об инициативе праздновать День Отца по аналогии с Днем Матери. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.